Игра миллионов. Сегодня Всемирный день футбола. Точную дату появления этого вида спорта назвать тяжело. Упоминания о подобных играх есть в древнекитайских источниках. Первые футбольные правила появились в Англии в самом начале 19 века. А английская ассоциация этого вида спорта появилась в 1863 году. Сейчас футбол – это не просто игра. Для многих это стиль жизни и бизнес, приносящий большой доход. О том, как в Гомель играет футбол и где растят будущих звезд, в репортаже Максима Савина. Константин Прохоренко – воспитанник футбольного клуба Гомель. Свою тренерскую карьеру он также связал с зелено-белыми. В клубе он отвечает за резерв. Вырастить игроков для первой команды – это главная задача для всего тренерского штаба Центра подготовки. Причем мучат футболистов не только профессиональным премудростям. Немаловажно для нас это еще и прививать непосредственно любого к футбольному клубу Гомель. Чтобы некие были у ребят патриотические какие-то такие качества. Ребятам всегда говорим, что вы должны рассматривать попадание в футбольный клуб Гомель, в дублирующий состав, затем в основной состав, как некую ступеньку для старта дальнейшего. То есть нацеливаем на более высокий какой-то уровень, чтобы они выходили. Над этим работаем, в принципе. То, что у нас местные ребята играют за главную команду, конечно, это плюс. В последние годы по ряду причин, в том числе и финансовых, в Гомеле ставку делают на собственных воспитанников. И это еще один мотиватор для молодых футболистов. В Центре подготовки резерва «Зелено-белых» занимается около 100 человек. Это четыре команды разных возрастов, которые участвуют в первенстве Беларуси. Младшим по 13 лет, а также группа малышей возрастом до 10. Раньше ребят набирали в Центр подготовки со всей области. Сейчас такой возможности нет, финансирование не позволяет. А потому команда набирает из учащихся Гомельской из «Дюшер-8». Стать частью семьи футбольного клуба «Гомель» непросто. Сохранить в ней место еще сложнее. И тут одного таланта мало. Есть способные ребята, есть одаренные ребята. Конечно, им для того, чтобы они выросли настоящих мастеров, нужно привить еще любовь трудиться. То есть умение трудиться, выкладываться полностью на футбольном поле, на тренировках, в играх. Тогда, естественно, можно добиться какого-то высокого результата. Что без труда не будет и результата, понимают и сами спортсмены. Несмотря на юный возраст, на тренировки, а их пять в неделю, они ходят как на работу. Выйти на поле Центрального в майке родного клуба – первое, но далеко не последняя ступень карьерной лестницы. Это упорные тренировки, это в первую очередь. Потому что, если есть у себя талант или его нет, то можно все тренировками привить. Любовь к игре – вот что объединяет сотни миллионов людей по всему миру. Футбол играют везде. Доступность для каждого и массовость. На это делают ставку международные футбольные организации. Движется в этом направлении и Беларусь. Республиканский турнир «Кожаный мяч», футбольный праздник «Папа, мама, я», футбольная семья, любительские чемпионаты. А на днях Федерация этого вида спорта нашей страны объявила конкурс проектов по продвижению футбола в массы. Переимают белорусы опыт других стран и не забывают про свой. Планируем сейчас школьные лиги создавать. То, от чего мы ушли, то, что было раньше, откуда основная масса детей приходила. Понятно, что они занимаются в дюш, в дюшор, но очень много детей, которые еще не задействованы нигде. Поэтому мы хотим вот с этого года уделить большое внимание именно школьным соревновам. В 2019 году в Минске состоится конференция УЕФА по массовому футболу. Не думается, что к этому времени белорусам будет что рассказать, что показать и чем удивить гостей со всей Европы. Максим Савин, Игорь Морищенко, Валерий Гопанько. Новости недели.